Привет всем! 16 сентября. Пасмурненько у нас, но очень жарко. Градусов 25 есть. Это Флорида уже. Это уже не Южная Каролина. Что хотела сказать? Значит, спрашивала я про Белоруссию. Помните, что мне объяснили? То есть, толковала-толковала. Немножко там видео были. Что получила? Вот это же говорят, что там две собаки дерутся, а третья вообще не влезает. То есть, вот там происходит гражданская война в стране. Вот это ты своим носом, этим американским или русским, черт его за там какой-то двойной национальности нос, да еще с неведением, что-то еще спрашиваешь. И получаешь в лоб. Притом от тех людей, которые постоянно тебя смотрят. Которые знают тебя, да? Другие, плавно, ты еще там залетный зашел, посмотрел видео, бац, отъегорил ее, эту блогершу, и ушел. А то те, которые тебя знают в доску. Ну, он слышится же, да, на протяжении лет. Слушайте, месяц назад, вот как было дело вначале? Месяц назад, про то, что Лукашенко деспот, такое-сякое. Здесь и американцы брали у него этот самый интервью. Я как-то смотрела, да, ну, лет, наверное, 5-6 назад смотрела, как американцы, американская, это сам, я брала у него интервью, что он отвечал, мне было так интересно. Вот, потом, ну, оно как-то всегда на слуху, что он, то он где-то в журналах, там, что самые тираны этих руководителей стран, одна из его фотографий как-то показывали туда-сюда, ну, такое, да, то есть это все время на слуху, это мы знаем. Но тут получилось, что я слышу, то ли по голосу Америки, я говорила, у нас есть русскоязычные здесь каналы, которые вещают про все. Они придерживаются, конечно, немножко вроде бы американской стороны, ну, в данном случае в Беларуси за людей, которые вышли на, с протестами, да, не русской стороны, так скажем, да, как вот русское телевидение, которое я, кстати, не видела, я не знаю даже мнения, но я уверена, что они, наверное, за Лукашенко, да, так, я думаю, не смотрела. Ну, да мне не надо смотреть, я так, я голос Америки включила, и мне там вся информация, и кратко, а потом подробнее, а потом еще там какие-то разные передачи, я туда даже не хожу. Вот, значит, и вот я слышу, что беспорядки в Минске, в Минске беспорядки. Включила, когда показывают площадь туда-сюда, я смотрю, а я была много раз, я, как вам сказать, значит, ну, я не белорусочка. Вот, ну, а девочинка, белорус, девочинка, вот, ну, я белоруса даже по акценту отличу, вот, трапка, радом, это, вот, а букву С произносят, как букву Ша, щеледка, щеледка, ну, ну, я не с того, что я смеюсь или что-то, нет, ну, я просто, вот, кто живет в Беларуси, он меня сразу понял, что я, про что я говорю, да, русский я не пойму, ну, потому что, ну, кто там не жил, он как-то не прислушивался к этому. Замечательные люди, кстати, бабы красивые, светленькие, ну, все-таки, вот, мне поразилось тогда, это было давно, черти, когда там я жила, но такие все пшеничные такие, знаете, такие вот русявенькие такие, и мужики, кстати, такие какие-то мне показались тогда, я помню, такие пшеничные, но вот я помню, тогда еще были эти песняры, уже они уходили, но все равно я вспомнила, да, вот какой-то Мулявин как-то похож, вот все на него мужики были похожи, а потом оказалось, я как-то узнала, что он из Сибири сам, россиянин, Мулявин, ну, руководитель этих песняров, погиб он, да, сейчас, ну, то есть умер, вот, и я помню, что вот они такие, вот какие-то голубоглазые, такие курносенькие, и женщины такие, блюдечком в лицо, очень даже симпатичные эти, и в подружках у меня были белорусские девки, вот, нормальные, все говорят по-русски, ну, неважно, про что я? Я про то, что нормальная нация, вообще классная, какие-то чистенькие города тогда были, намного, кстати, лучше, чем в России, как-то все было так ухоженько, ну, в городах, конечно, да, ухоженько, я помню, эти дома, которые красили полосками, ну, вот здесь как дом, да, так вот это вот там нижняя сторона темнее, здесь светлее, там, например, темно-зеленый, светло-зеленый, здесь еще светлее, но только большие дома, вот так вот были раскрашены, то есть очень, да, очень даже приличная республика, понимаете, очень даже, вот, и люди нормальные, никаких там нет, у них это самое, мои как-то виноводки не столько пили, вот я, насколько помню, вот как в России, абсолютно, то есть я что хочу сказать, короче, белорусы, я с вами, я не про то, а вот, слышу беспорядки, вижу, что на площадях, вижу по телеку, много народу, когда, значит, слышу, что, значит, пишут оппонент, это вот начало, да, еще я с вами не разговаривала, оппонент этого, Лукашенко, значит, этот самый, оппозиция, лидер оппозиции, лидер оппозиции было написано, женщину показывают, вот, ну, которая Тихановская, знаю уже ее фамилию, показывают женщину, значит, лидер оппозиции, значит, пришлось ее ехать, она пропала, значит, ищем туда-сюда, она не объявляется, показывают людей с синяками, страшное дело, лупят дубинками и прочее, я, боже мой, что ж происходит, да, давай же смотреть, тут сказали, что она, значит, исчезла, бац, еще и подумала, думаю, а что там происходит, там, думаю, мне некогда, ну, как-то некогда вот это залазить, смотреть, там, подробности, что случилось, думаю, да, узнаю попозже, следующий там день, например, смотрю, говорят, что, значит, лидер оппозиции, она, значит, выставила видео, объявилась в Литве туда-сюда, смотрю на эту, я смотрю, думаю, вот это лидер оппозиции, ну, то есть, молодая девушка, да еще что, взахлеб говорила, трясется, боится, что-то там невнятное такое несет, я вообще ничего не могу понять, потому что, ну, я не знала, когда пишут победивший кандидат в президенты, победивший на выборах в Беларуси, я чуть не упала вообще, я прилипла к этому самому, у нас еще были, кстати, гости, а поскольку вот это вот там идет, что те орут, тех забирают, полиция, ну, вот эти ОМОНовцы или как их назад лупят, и все это самое у меня, Хасбан, прилипли мы к экрану, прилипли, смотрим, вот, а еще я помню, гости были, прилипли, когда раз и пишут, значит, вот это выступает она, значит, победивший на выборах, я говорю, а что, уже выборы, значит, были, и, значит, она победила, я такие шары думаю, вот это президент, вот такая милочка, да, вот это да, я еще помню, Хасбан говорит, а кто эта женщина, я говорю, это президент Беларуси, он говорит, вот это президент, ну, вот согласитесь, что человеку, который не видел, это ж вы видели программу, смотрели, как она там голосовала, баллотировалась, не баллотировалась, вам не правильно, но нам был шок, что женщина молодая такая, значит, она этот самый президент, понимаете, это был, ну, просто шок, да еще я как-то не слышала об этом, я не слышала два месяца назад, никогда не говорили, чтобы ее рожу показали, чтобы сказали, что вот она там, это самое лицо, а то сейчас напишут рожу, сказала лицо, нормальный, она нормальная, забегая вперед, нормальные, грамотные люди, все вот эти бабы, которые там, я только не знаю, сколько там, я уже насчитала 4, все они нормальные, грамотные женщины, нормальные они, они честные, нормальные, Но они президентами быть не могут Потому что они честные и нормальные Вот, я сразу забегаю Вот, вот это посмотрела Ни черта не поняла, думаю, да я спрошу А, еще и гости были, говорят, а что это такое А он говорит, да он президента избрали А не вот это президент А мне, я помню, вдавилась в кресло Тоже как-то так неприятно, думаю, что это президент Думаю, что-то, какая-то шуточки какие-то странные, знаете Тем более не было никакой раньше Если бы раньше было, что, Миха, я услышала По каким-то новостям этим Из Голоса Америки Или у нас есть в настоящее время Америка Передача на русском языке из Нью-Йорка Из Вашингтона вещают Там про все, думаю, что я про нее не слышала Никогда не показывали Этих всех российских показывают Всяких там жириновских, всяких не жириновских Всяких оппонентов Всяких, кто за, кто против Украину там часто А вот без Белоруссии вообще не было, чтобы я видела ее лицо Или вообще, что женщина баллотируется в президент Ну, женщина баллотируется Ну, так, чтобы ее говорили, что она прямо-таки Вторая за Лукашенко будет Такого не говорили Да и даже Лукашенко, он настолько давно сидит Что я даже и не думала И не знала даже, что Ну, какие-то выборы там Ну, короче говоря, я про что? Я в совершенном неведении Еще подумала, думаю, ой, что я там буду смотреть Думаю, да я спрошу видео Спрашиваю видео, что, слушайте, это серьезно? И вот это самое думают, что эту дамочку, значит, изберут президентом И пошло И остапа понесло Значит, немного, но человека три Это, значит, взяли в рот этого самого Набрали этого Пакостей И, значит, выплюнули мне в рожу Только потому, что я спросила Что, что, слушайте, неужели Девочка-фифочка Президент Белоруссии Это, это все Это и вот я И я не феминистка Должна быть феминисткой И я туда Да мне, слышите, мне наоборот А вы что не знаете, разве женщин малой ангелем? Как сравнят с Меркель? Да Меркель в политике Уже все зубы съела И давно они у нее искусственные поставлены С чем вы сравниваете? Или там эту Беназир Пхут Кто-то там эту брал Индию И эту Пакистан Да эти Бзинадиры Пхута Они по наследству от папаши Власть им досталась Раз, и той же Индире Ганди В Европе гомосексуалист этот В Бельгии, да? Президент гомосексуалист Этот живет с мальчиком И все время с ним фотографируется Не, не Бельгия Какая маленькая Люксембург Какая маленькая страна Не помню Ну не только женщины Я же и меньшинство Да, в Европе Да, правильно Но человека, которого никогда Никто нигде не слышал Я же должна была тоже слышать Где-то просто Раз, и уже президент Мне это было очень интересно Я просто у вас спрашивала Как понеслась Особенно у нас одна А, ну ладно Особенно одна дама Пишет Я, и главное все время И другим блогерам также Вот я помню, что я жаловалась на то Что я вот о вас была вот такого мнения А сейчас я значит стала вот такого мнения А вы не влюбляйтесь Понимаете? Вот я всем, кстати, говорю Не только по этому поводу Вообще О болтающих людей Которые смотрите И не в болтающих И в телевизоре хорошие люди И политики Вообще ни в кого никогда не влюбляйтесь Человек Человек и меняется И вы не знаете его там Вторую сторону Другую сторону И как себя поведет И что он думает По поводу политики партии правительства И почему она должна быть Эта политика С вами схожая Во всех отношениях И почему она Вы с Белоруссией В Белоруссии прожили всю жизнь Вы за ней следите За каждым камнем На мостовой Города Минска А мне она по барабану Я в молодости была Вот я вам Ощущение Связанное Что мужики похожи На Малявина Малявина На Малявина А женщины такие Курносенькие Беленькие Вот это вот все Что я так помню Ну вот Вот я вам рассказала Понимаете Мне оно по барабану И вообще Конечно в Россию Я бы там Что-то бы Вникала бы больше А по республикам Ну что я могу знать Про Туркмению Или Таджикистан Ну будут там Вот какие-то Неприятности Ну да Я посмотрю обязательно Так я у вас И спрошу Кто-то оттуда Если кто-то смотрит Ответьте мне А что правда Женщину выбрали В Туркмении Президентом что ли Конечно это Такой сюрприз Что не дай тебе Бог И никогда она не будет Ни там Ни в Белоруссии Это вам тогда Сказала это Так Это мое мнение Так Теперь Некоторые люди нормальные Спасибо вам большое Вот некоторые нормальные Те вообще ответили Лена Да ты не в курсе Слушай Ты значит это Значит она Это сама У нее муж блогер Такой же значит Как ты болтающий Его арестовали Он сидит в тюрьме Они там сделали Свою Оппозицию Значит с подружками Ну и они Как я сейчас Ну передаю Как я поняла И они значит Она выиграла Президентские выборы И сказала Что она побудет Чтобы отдать власть Настоящему кандидату Который Которого народ выберет То есть она Ну таким образом Какой-то такой Подставной Временный Такой человек Все Человек рассказал Думаю Господи Деточка Спасибо тебе большое Что ты мне рассказала Но остальные Это вообще что-то Это вообще Вы что женщины Не любите Да слышите Ну не спать же мне с ними Вот что я должна Любить Ну а так Теперь Да Подожди Сейчас о чем-то Нет мы сейчас В магазин идем Сейчас Сходим в магазин Потом будем Про баба Разговаривать Сейчас Так Теперь Это сам Про вторую Спрашиваю Я смотрю Что А про ту вообще Сказали Ее украли Неизвестно Где находится Потом такое Видео Такое То ли она Не выспавшая То ли Что там С ней произошло Спросила Так Ладно Так Теперь Значит Плохо Спросила Значит То есть Я ее унизила Чем-то Она задыхается Боится Трясется Как ненормально Это видео Выставила Зачем Она такое выставляла Человек должен быть твердым Кто пошел Кандидат Кандидатом Президента Она должна Народ как-то Поддержать Что-то Я не знаю Что-то ему Сказать Доброе Хорошее Смелое Такое И как-то Выступить Против Властей Которые Сбивают Людей Что-то Такое Я вас прошу О боже мой Поэтому я и спросила Думаю Что происходит Я же не знаю Может у нас Там Самая смелая А в этот момент Напилась водки И выступила Ну кто ее знает Я ее вообще никогда не видела Я что хочу сказать Это же вы там смотрите Не просто раз в день Вы там каждую минуту смотрите Свою страну Но она ваша страна Это Теперь Теперь вторая Смотрю вторая Значит ее Это начальник штаба Я ее называю Ну то есть вроде как Ее помощник И назвала ее в видео Я говорю Стриженная блондинка С красными губами Пишет мне Вы так ее значит Типа называют Она что Не стриженная И не блондинка И не с красными губами Что я такого сказала Я что ее оскорбила Я ее унизила Как-то Я ее Знать не знаю Я смотрю внешне Я не помню фамилий никаких Я их не изучала Я видела Одно видео С этой Тихановской Теперь я уже знаю ее фамилию Где она Не могла дышать Ей надо Этот дыхательный Вот сейчас С коронавирусом Аппарат Надо было подсоединить Прежде чем выставлять Этот ролик для людей Там люди вообще Наверное подумали Господи За кого ж мы голосовали Что ж она нам тут сделает Будучи президентом Задыхаться будет Ну а еще Про задыхание Значит Девушка одна говорит Елена Это слышите она Вот нормальные люди Нормально написали Сразу меня поставили В известность Это говорит Слышите Ей даже вызывали Этого Специалиста Подожди Из Европы Из Америки Она написала Не помню девушка Ну прочитали комментарии Под этими Где Белоруссию Видео Два Да Там я вскользь Про эту Беларусь Ну шороху Наделала много Я смотрю Внизу люди писали Они говорят Лена Этого Ей Ей восстановиться Психологически Ну вот Видите Вот то что я сказала Так же оно и получилось Вот Теперь Ага Так Теперь Подожди Что еще А Начальник штаба Блондинка Значит Это самая стриженная С красными губами Зачем так называете Да я вообще У меня вообще Речка Если вы же меня давно смотрите Вы знаете Я все время Шучу Издеваюсь И что-то там еще Подкалываю И так далее Это раз А там я не подкалываю Я просто действительно Писала человека Как он выглядит Вот меня сейчас Там Что-то Она меня стукнет на улице На меня полицейский Будет спрашивать Кто тебе стук Я скажу Стриженная блондинка С красными губами Что здесь особенного Непонятно А вы так ее назвали А еще Кандидатов Президенты Кого-то толстым назвали Да Я говорю Слушайте А там Это же был же Какой-то толстый Там кандидат Президент Это Вот того я как-то Амбуланс Поехала Скорая машина Скорая помощь Того вот Я кстати помню Что там что-то Такое было Там Как-то вскользь Этот Лукашенко Потом этот кандидат У которого Что-то там Ну какой-то нашли Там Что-то Монология не платил Или он Какой-то там Бизнесмен Да Ну не важно Что-то такое Я прослышала И описываю Говорю Там был какой-то Кандидат толстый И зачем вы его Так называете А как я его назвала А он не толстый Ну он не толстый Его надо худым Как я его опишу Если он обыкновенный Человек Ничем не выделяется Это хоть Срежены волосы Красные губы А у этого вообще Как я его опишу Как я его скажу Я даже не знаю Сколько их там Кандидатов было Может их там Десяток был Но я помню Одного вот этого Толстого Что его как-то так Скользь показывали И шумиха была по нем Только потому Что его сняли Из кандидатов То есть Вот как-то так Объявили Значит Я вообще тогда не вникала Потому что Кандидатов очень часто Снимают И здесь И в Америке И везде Если узнают Что-то находят Значит криминально У этого может Никакого криминального Может его Даже Понятное дело Что сфабриковали Может быть Я же не знаю А может быть наоборот Он все Поворовал В вашей стране Я не знаю Он самый хороший Вам или плохой Как мне вам угодить Как его назвать Не толстым Надо называть Да он жирный Как свинья Это во-первых Ладно Я тоже Толстая Но я же Это самое Это вы когда меня будете Описывать Называть я толстым Ну вы же меня не оскорбили В общем Не назвали Какими-то матерными словами Ни за что Непросто Или как-то Вы описали Мою внешность Так Теперь Вот она не может Не может Вот если Если сейчас Пошли эти выступления В этом В Минске Я должна всех Всех значит Вот Кто в оппозиции Очень хорошо назвать Да я даже не знаю Кто в оппозиции Я когда увидела Эти дамы бегают Я у вас спрашиваю Я у вас спрашиваю Что там за женский батальон А потом смотрю Сидят же Этам Пресс-конференция Сидят четыре Нет Три женщины Сейчас уже четвертая Там как-то присоединилась Я говорю Слышите девочки А что Говорю Вот это женский батальон Еще третья Пресс-конференция У нас блондинка Я ее обписала Блондинка С длинными волосами Что-то вы по ней Ничего не сказали Тоже Я ее оскорбила Она блондинка С длинными волосами Ну какая-то светлая Ну как мне ее назвать Я говорю А что Вот это Проможенский Какой-то батальон Там такой И главное здесь А знаете Человеку Который Ничего не знает Абсолютно Вот ему включили Телевизор Вот смотри Да Ну это Это была я Бьют так людей Синяки Эти мужики Показывают В тюрьму Значит сажают Этих Ну пацанов этих А тут Дамское Такое Общество Значит Это сидит На этом И такой Диапазит Что я вообще Ну то есть Это Ну такая Противоположность Понимаете То есть Бьют значит Пацанов А дамы Типа Будут президентами Ну вот Ну нет Не так Я сказала Но Бьют значит Мужиков Потому что Ну в основном Там ну какие-то Девчонки Там видно Попадались Я уже потом Смотрела Ну когда Уже смотрела Какой-то ролик Там уже Блогеры Показывают Что вот В тюрьму Мой попал Мой попал Как-то Да нет Не блогеры Наверное Все-таки Это какие-то Комментаторы Но это вот Ну то есть Не телевидение Там довольно долго Где-то полчаса Показывали Они говорили Как они там Были в этой вот Кутузке Там кого-то Отпустили Кого-то Нет Даже попался Какой-то Гражданин Израиль Этот мужик Этот выступал Как он туда попал Оно И здесь Такое Цветник Такой сидит Дамский А тут Лупят Мужиков И мужики Почему-то Не там Значит Не при власти Значит Какой-то А при власти Дамочки Нежные С красными губами Вот это вот Я и спросила Теперь Опять же Мне Как она бегала В Макдональдс Замороженном Приехали Как она Как Как она Как она Еще раз Сейчас скажу Как она бегала Когда вот эту Руками показывала Сердце Я вот Почему у вас Спрашивала А что Хотела сказать В России Давайте в Беларуси Может не такое Как в России А что Вот этот вот Знак Я когда уезжала Такого Помяни не было Чтобы руками Показывали сердце А Руками сердце Показывают А мне напоминает Вот Вот она Пуси Показывает Понимаете Вот такой вот Руками Я еще сказала Что мальчики Это ни на что Не похоже Но мне Так видится Понимаете Я уехала Сто лет назад Может у вас там Каждый ходит По улице По Минску И показывает Сердце Друг другу Я же не знаю Вы же меня научились Скажите Сейчас такой жест Показывает Сейчас уже начали Показывать палец Средний В России Везде Это чисто Английское выражение Ну то есть Вот это вот Типа Фак ю Оно так и называлось Типа Трахать тебя Сейчас показывают Русские Может у вас там Так я что хочу сказать Здесь От этого Я первый раз вижу Сердце вот так Удержащие Люди Ну правда не видела Может я эти всякие Протесты не смотрю Может в протесты Это вот такой знак В протестах Показывают друг другу Что я тебя люблю По мне это знак Если я тебя люблю Я не знаю Это вот политик Это женщина Показывает всем этот знак И вы говорите Что там А да Женщина в Прибалтике Президент женщины Да и в Прибалтике Она была во всех руководящих Где-то там Политических партиях Ведущая А потом она стала президентом Ну разве она Я не знаю Бегала тоже Показывала это сердце Тогда это у вас там То есть Можете что пропустила Ну вот про женщину говорили Ну в Прибалтике Президент Ну куда в Прибалтике В Литве Господи в Прибалтике Вот Ну Так Ага Да И между своим разговором Типа что я Что я оскорбляю Мороженое Потому что нету времени Рассказывать А еще А еще говорит Вы рассказываете про этих людей А сама Перебиваетесь На Показываете что-то на улице То есть я говорю Про них Вот это То есть Спрашиваю вас Про Белоруссию А сама Отвлекаетесь На что-то другое А я Что На трибуне Спич держу Что Мне надо По теме Говорить только По предмету И не отвлекаться Поскольку Мне дали Пять минут Регламент По времени Пять минут Для каждого Выступающего Это мы где Это с вами Я все время Отвлекаюсь Потому что Кому-то нравится Мне очень часто Мне пацаны Часто пишут Мужики Что Элина Больше транспорта Показываете Мне так нравится Машины всякие Трейлеры смотреть По дороге Туда-сюда Я еду вам Что-то рассказываю А потом говорю Слушайте Вот это Моторхом Вот это То-то-то Вы что Там одна Сидите Если вы В Беларуси Живете Так Прям для вас Какое-то Индивидуальное Внимание Что-ли Ну В те времена Когда Украина Начиналась У меня не было Тогда канала Но я помню Как пиндели Всех этих блогеров Только потому Что они здесь живут Я помню Вообще Главное Та сторона Пиндеет Потому что Блогер Значит с Украины Родом А другая сторона Пиндеет Потому что Он не поддерживает Украину То есть Пришли красные Набили жопу Добила Потом пришли белые Нет Пришли красные Набили жопу Добила Потом власть сменилась Пришли белые Набили жопу Добила Типа этого Понимаешь Я помню Что как они извивали Что некоторые Вообще Ничего не говорили То есть Произошли события В Украине Да По Крыму Да-да-да-да-да-да Вот Да-да Еще черт Когда-то Шесть лет назад Ну А они вообще Не высаживали Они Вот почему Мне Та уже в видео Говорит У меня все спрашивают Почему Я не говорю Да не буду я Говорить свое мнение То есть Люди Я думаю А что она не говорит Свое мнение Я что она не знала Наивная была Да потому что Вы ее просто Сожрете Со всех сторон Теперь успокоились Теперь я уверена Что успокоились Там Или Или уже устали драться Или уже поняли Что бесполезно драться Или уже утомились И те и другие Или наконец поняли Что причем здесь Те люди Они точно такие же Как у вас сосед Постучите к своему соседу В дверь И вот ты Которая мне написала Постучи со своему соседу В Беларуси В дверь Он тебе скажет Мне не нравится То вот То 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 Все Вот с ним И бодайся Понимаешь Это тот же человек И я тот же человек Просто сосед твой Знает много Про Беларусь А я не знаю Это совершенно люди Они поменять Ни на что Не повлиять Ничего не могут А Как Что я хотела сказать Когда Да Когда вот Не Не когда началась Украина А когда Когда же я разговаривала Короче Где-то Лет 7 назад Не помню Там 8 назад Я помню Что я спрашивала У своих Вот у родственников Знакомых Что Слышите А что Когда выборы президента В России были Я говорю А что Опять говорю Опять говорю Тот же президент Это как-то Ну что-то Я не думала Там этих кандидатов Покричали Тех-то Тех-то Ну как обычно Какие-то там Бдения Прения Все А потом уже Ну не следишь за этим Ну слышишь Слышишь Да Как про этого Лукашенко Ну а вот про Тихановскую Уж ничего не слышали Потому что Ее же где-то там Прятали А потом раз Ее и выбрали Ну как-то так получилось Ну а этот самый А я говорю А что вы опять Спрашиваю своих Что вы опять Опять тот же президент В России Что такое Они говорят Лена Вот все задаете Вы вопросы Ну то есть Вот мы Кто не живет Ты знаешь что Я и вот Как они мне Объясняют Все Притом Только я скажу Это обобщенно У меня была Одна квартира У меня сейчас Две У меня у дочки Дрык У нее Дрык У меня она Дык А сейчас Ездит по всем Турциям У меня Вот там Тадата Дрык Дрык Каждый Посчитал Себе В кармане И еще Что Следующий Это один Параграф Следующий Параграф Хоть бы ничего Хуже не было Мы хорошо Помним Девяностые Годы Не доведи Господи Какой придет Еще Еще хуже Будет А по моему Тогда были выборы Когда помните Длинный Такой был В этом В России Выбирался Этот миллионер Высокий Такой молодой Мужик Забыл его фамилию Ну не важно А я еще говорю Говорю А что то там За него там Было много Много А потом Раз Значит нет Они говорят А я же у них спрашиваю Я говорю А вы голосовали За кого Они говорят Ты знаешь что Не хотим мы Опять в 90-х годах То есть Я поняла так Люди боятся Что будет хуже Лучше Вот за прошлого Проголосую А менять Не буду Потому что Боюсь Что будет Лучше И хуже И сразу Посчитала Всех своих детей Как они ездят Сейчас в Турцию Ну примерно Я к этому говорю Материальные блага Да А что было раньше Это даже При другом президенте Будут ездить точно так же Но она просто побаиваться Чтобы ничего Хуже не стало Понимаете И квартиру То она имела ту А то дочка жила Там И так сказал каждый Я просто сказала На примере одно Это каждый Я спрашивала Я говорю А что ж такое Вы Они нет И мои Все так голосовали И мои родственники Все так голосовали Понимаете Потом я поняла Что большинство людей В стране Ну все выборы Можно подделать Все Особенно на конечном этапе Да Там Можно все это Перешерстить Но просто В процентном отношении Конечно Все никто не знает Это 52 48 Или это 50 50 А может Это 20 20 И 20 Остальные вообще не пришли Никто это не знает Да Вот Может быть Ничья Никто не знает Но По людям Я когда спрашиваю Они говорят Не-не-не Моя округа вся Так и вот Проголосовала за нее Те говорят И мои за него А почему Да ну их нафиг Я не хочу ничего Вот такое вот Не хочу Вот сижу на жопе ровно И все Я больше не хочу ничего менять Вот Но там я была в курсах Там мне мои рассказали все Вот Что происходит А вы там А здесь 36 лет Вот ты То есть 26 лет Лукашенко Ты придерживалась Точно такого же Точно такого же мнения Что вот Была у меня квартирка маленькая А сейчас большая А здесь маленькая И пошла про него За него проголосовала Или Или не проголосовала В Минске Где-то там живешь А вот То же самое Ну Ой Я работала В этом В России Еще в этих В 90-е годы Ну вот это же брали Как ее выборочная Избирательная комиссия Да Я помню Что я в избирательной комиссии Слушайте Член избирательной комиссии Сидит И когда Мы же голосовали Сами после всех По-моему Когда вечер заканчивался Подсчет голосов Вот это ты Я помню Это же 90-е Там Ельцин выбирался Потом Кто за Советский Союз Кто против Советского Помните Тогда все это Все проголосовали За Советский Союз А он распался Ну Сделают же так Как хотят Ну Я помню Что после всех Я помню Что всех Вечеркивала То есть Я все время Была против всех Ну поскольку Мне надо было На меня смотрят Надо же зайти в кабину И что-то Значит делать Я вычеркивалась Я вот не помню Даже я своим говорила Что девки Я вычеркнула Может и говорила Я не помню Но не важно Никто ж никого не боится Но А потом А когда я не работала В комиссии Я вообще не ходила Туда Я вообще не ходила Я знала Что это против Ну ничего Ну не будет Никакого изменения Не будет абсолютно Ну это мое мнение Это же мое мнение Не ваше А вы может ходили Все время Все 26 лет Теперь детей убивают Потому что вы ходили Все время А не я И нашла Блогершу виноватую Слышишь Да ты ж его и поставила Вот ты именно Его и поставила Теперь насчет У нее имя Алла Значит С одной буквы написала Я еще говорю У вас Не одна извилина Случайно Что вы к блогеру Пристали Как имя написала А сама еще Я еще подумала В белорусском языке То что две буквы Там не пишется Одна буква пишется Ну такое Это даже видно На плакатах Вот они сейчас Все время показывают Эти да У них там митинги Эти да Посмотрите на плакатах Все русские слова Переделаны Белорусский язык Такой Вот Я еще написала Ой думаю Это наверное У нее Алла С одной буквой Написала Наверное Это у нее По-белорусски Две буквы Не пишется Она мне пишет Между прочим Это по-белорусскому языке Да Фак ю Девочка Так Что-то еще Хотела сказать Так Ну в общем Так Ага А Слышите У нас Когда была Вот Про Украину Я вспомнила Когда была С Украиной Вот Начинались Эти события Здесь же Начали Те кто За Украину Те кто За Россию Значит Те кто Нормально Я помню Мы с Иркой Что-то так сказали Она говорит А я вообще Не знаю Что там Это Но она не следит У нее Американская семья Она вообще Не следит За этим Я там Если там Что-то смотрела Слышала Как вы говорите Я готовлю еду И включаю блогера Желательно Чтобы он болтал То есть Не показывал Выточки на кофте Которые она Вот купила Плохо Смотрятся Да Там надо Всматриваться А именно С болтаванием Разговор Вот она готовит еду И слушает кого-то Да И я же так же Но Она говорит Я вообще не знаю И я помню Что мы нас пригласили На вечеринку Бассейновую Ну там Большой бассейн Где-то Резорт Резорт этот Ну отель И около Отеля они сняли Вот это барное место Там туда-сюда Ну на столько Это там Ну например Там на 3 часа На 4 часа И мы пошли И была большая Довольно тусовка Русских Мужиков почти не было В основном А как-то еще сказали Девишник по-моему Да Ну И где-то Наверное Ну у нас Наверное Ну человек 40 было Много приличный Бар был Обслуживал Бармен Туда-сюда Все нормально Ну и вот значит И вот значит Эти коктейли взяли А потом там Стол же потом садится Да Ну и я помню Что Две А мы с Иркой Пришли И то сюда И я помню Что две сидят И начали Эти говорят Ну и пусть сидят Сами Не зовите их А там кто-то А что они там А я говорю А что такое А я так смотрю Что все как-то Куются вместе Познакомились Потому что мы друг друга Не знаем Если вы думаете Что мы там Тут встречаемся Все в доску Нет Просто люди новые Я подумаю Живут же все далеко Все на машинах И это самое Ну Америка разбросанная Да Как вы видите Мы едем сейчас Все раскинуто Вдаль и дальние Ну и вот Все съезжаются И все уже Перезнакомились А две сидят В стороночке И две еще Где-то в стороночке А там такие Около бассейна Такие лежаки Что мы сидим вместе А они где-то там вдалеке Ну и кто-то говорит Ну и не зовите А тот говорит Ну а что Вот я ее знаю Там Ну например Там Марина Они не зовите Не ту не ту сторону Пусть сидят А я говорю А что случилось Работают две Та сидела с подругом Значит украинская сторона И русская сторона Сидела с подругой Только та в стороне В одном бассейна И та в другой стороне бассейна А наша вся Значит вот эта тусовка Которая Которая И из Белоруссии И из России И из Казахстана И откуда там только Они попали Из других стран Они уже там пожили Во всех Германиях Там где-то До этого То есть еще в 90-е Смылись Из Израиля Евреи еще смылись Тогда Вот Вот эта вся наша Тусовка вместе А эти 4 человека Тот там А тот там А что ж такое Они говорят В хосписе работают А какие Вот та и вот та Ну показали Вот та черненькая Там А вот там беленькая Там Значит В хосписе работают Да долго Говорит Здесь 15 лет Живут уже в Америке И подрались В хосписе Именно В хосписе Это Ну кто не знает Да У этот Умирающих людей Госпиталь Ну госпиталь Это по-русски Больница Умирающие люди Ну которым все Просто их надо Продлить жизнь И уход хороший За ними Да Нужен Ну все знают Что они умрут Ставит Доктор этот самый И даже предлагают Родственникам Что если хотите Вы можете его В хосписе Потому что человек Умирающий Ну как и любой больной Он будет Семье Мешать работать И прочее Да И потом В семье Непрофессиональный уход А там профессиональный Ну и вот Ну есть такие В России Это не дом престарелых Нет Не дом престарелых Ну короче Умерли больные люди Лежат Лежачие Это хоспис в Америке Так Про что я Работали они в этом хосписе По 15 лет И это самое Да кстати Говорит национальность Интересно Ржал ли эти Вот кто знал эту историю Ржали что Говорит вот та Которая за Украину Она сама россиянка родилась А вы пишите Волжанка Значит говорят А та которая за Россию Та значит родилась Там Ну я там знаю Во Львове Например И это Еще и мы ржали То есть Но поскольку Они прожили в этих странах Та в той стране А та в той стране То приняли Из телевизора Из ящика Значит мнение Ну про страну Свою Да Свою То есть жалко Ту страну В которой ты жила А не ту Где ты родилась Да Ну И Вот И они подрались В хосписе Притом подрались Между этими Умирающими людьми То есть там В палате Или в реанимации Что это такое А работали этими Санитарками Значит Да Вот И главное Подрались так Что сказали Что там Вот эта волосатая Что говорит Вот волос Она ей вцепилась Вот Ну подрались Очень сильно Что говорят Ну что там До царапин Короче до крови Понимаешь Ты и я Одной крови Ну а мы с тобой Одной крови А главное Что А менеджер Чёрная Чёрная Слушайте Чёрная Тоже Американка Говорит Когда узнала И сказала Вы Находитесь Здесь люди Умирают А вы Свои Политические Дурацкие Разборки Значит Здесь устроили И То есть Вы даже Забываете В каком положении Эти люди И И в каком положении Вы Ну имела ввиду Что Сказала Что вы Живы здоровы Казитесь От того Что вы живы здоровы А эти люди Умирают Там Ну от рака Там по разным причинам Там и молодые Если умирают Вот И вы здесь Такое устроили Вы Сколько Пробитали 15 лет 15 лет Я вам не могу Дать завтра Расчёт Но я вам Дам 15 дней Для расчёта Чтоб вы Успели найти работу Это сом Ну Так Они Слышишь Да конечно Что интересно Они говорят Когда говорят Пошли проситься назад Значит Это самое Ну 15 лет Представляете В этой системе Они уже профессионалки Эти бабы Они же Ну Они вообще Действительно Ну Да в России тоже Не в России Такого хосписа нет Или уже есть Но они Они умеют Это делать капитально Там говорят Самая лёгкая Девушка Малюсенькая Умеет переворачивать Самого тяжёлого человека У них там есть принцип Такой Потом В Америке Всякие прибамбасы Какие-то там Гамачки Какие-то подвесные Петли там Ну вот как-то там Это цепляют этого человека Чтобы его перевернуть Помыть и прочее Понимаете Поэтому Ну она профессионалки Эти бабы Да Ну Так Когда пошли Ничего ж не умеют делать Да В Америке Больше Кроме этого Так они пошли Спроситься одна А та сказала Я буду рассматривать Только вместе И она их заставила Вместе ходить Вместе на смену Ходить Человек уже американцы Ну типа Их наказала Вместе там что-то Значит писать Вместе извиняться Вот прямо за руки Беритесь И только вот так вот И ходите Значит Ну за ней Там что там Они я не знаю Что они дали Оформляли заново Или что-то Это самое Ну в общем Вот такую Она им устроила Такую И в одну смену Поставила Вместе Вот ночью Дежурить Где одна Другой должна Помогать Кошмар Ну в общем Ну такая мудра Оказалась Эта менеджер Ну чтобы их прибить Немножко психологически Понимаешь Чтобы их придавить Ну кошмар Так а эти А когда на На бассейн пришли Может быть они Не думали Что та придет И та придет Неизвестно А может хотелось Так вот прийти Вот Но тем не менее Сели в разные стороны И та взяла себе Подружку И та взяла подружку И начали странами Значит Это самое Ссориться Странами Этот самый Подмывают стариков И ссорятся Странами Ой господи Так Еще Мне эти слова Интересно Как говорят Политика Это не Политика Это не ваша Политика Политикой Занимаются люди Они знают Все Все программы Все Кто чем дышит Они имеют Своё мнение Они читают Они знают Статистику Они знают Страну От и до Что чего Где Они знают И финансовые Какие-то потоки В страну Или наоборот Они знают Бизнес какой-то Вот он занимается Политиком Вникает в это И смотрит Что там к чему Вот это занятие Политика А здесь она Напиздела Напиздела Этот самый Написала Написала А я говорит Засыпаю под ваши Этот самый Пишет меня Я засыпаю Под ваш голос Если вы под мой голос Засыпаете То вообще Слово политики Вообще не употребляйте Политика Политика Она под голос Тетеньки С кухни Засыпает Я что-то Вот пропустила Сказать Еще интересно Думаю Вот это Вот это Скажу Так Ну все Значит Еще Не собираюсь Я следить А Она еще Вы хоть бы Выучили фамилии Называете их Так Того толстые А того Блондинка С накрашенными губами Выучите их Сначала фамилии Прежде чем Делать видео Я Никогда Ничего Не делаю Ханя Блотку Никогда Ничего Не делаю Предварительно Еще не хватало Мне учить Фамилию И готовиться К видео Это вы Учите себя Как 26 Спросите себя Сейчас Как отчет себе Как вы 26 лет Пропустили Человека Который тиран Как вы 26 лет За него голосовали Что ваши детей Сейчас лупят Они не голосовали Они свежие Эти люди Он попадает В тюрьму Его 25 лет Он родился Прилукашенко И сейчас Там в тюрьме Прилукашенко А ты Старая Мэнда Это самое 26 лет назад Ходила за него Или не ходила Как я уже выражаюсь Понимаете Вот ты его поставила Вот именно ты Теперь Удрала из страны Удрала из страны Добиваться Добиваться Показателей Больше чем мои Как она Считала Что ли Я не поняла Ну И это самое Вот И Да И Политика Говорит Это не ваша Ваша политика Удрала из страны 26 лет Его выбирала Выбрала Взяла и смылась А люди Которые Народились Сейчас Я же говорю Ты видела всех Ты видела и И Хрущева в детстве То есть Знаешь При нем Какие порядки Родители рассказывали И Прибрежнева Сама Знаешь Сама при нем Училась Октябренкам Честь отдавала Ну За соседние парты Мальчику Ну Так это За пирожок Говорит Отдалась Ну И Кто там Потом Все эти Умирающие Эти самые Покойники За три года Вымерли Этого человека Если Вот и боролась бы Вот и боролась бы Если кто-то Не его Их политика Так пусть твоя будет Политика Пусть будет твоя политика Вот и борись Разбирайся Борись Как там что Сейчас не поздно Я еще раз говорю За американские деньги Шуруй давай Туда И давай И поднимай И поднимай Оппозицию Обеспечивай ее Я же говорю И не только деньгами Прямо там Участвуй Давай И нам Расскажешь Ну И еще Вот когда Блогерам подобное Пишут Мне все время Хочется сказать И тогда По Украине Когда этих Задолбали Всех Мне вот Чего хочется Сказать Вы письмо Писали Вот вам Не нравится Правительство Или что-то И вы высказываете Блогеру Который совершенно Я же опять еще На кухне На табуретке Сидящий Вы писали Письмо Вот если Каждый Напишет письмо В защиту Или в протест Того-то Сиго-то Президента Оппозиции Этот Крашеных губ Поддержания Поддержания Именно Женской Целой Значит Женского Движения Вот этого Женского Движения Беларуси Глупо сказать Ну я имею Ввиду Например Да Ну вот Они кстати Честные Они вот бабы Ну насколько Там я вот Увидела И как их Значит Любит народ Они честные Нормальные Люди Но они Этот самый Во власти Они не попадут Это 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 бесполезно Ну ладно Напишите письмо Лукашенко Ты писала Хоть раз Писал Мало того Что ты его 26 лет Ставила На радость Всему белорусскому народу Который сейчас Молодежь Вот это стоит Это благодаря тебе Они вышли на улицу То есть протестовать Понимаете Потому что ты его выбирала 26 лет Они тогда в коляске были А ты 26 лет Активная Его выбирала Напишите ему письмо Какое он плохое Вы писали И еще предлагаю Напишите письмо Прежде чем со мной ругаться Напишите письмо Пришлите мне А я отошлю Только Анонимку не пишите Анонимки там не рассматриваются Напишите Напишите с адресом Вот А я его покажу Видео Расскажу Что вот Алла с одной буквой Белорусочка Значит Белорусочка Дяучинка Написала Письмо И это самое И давайте вот его Отошлем Ну как протест Существующей власти Давай Шуру У тебя Описываешься ты В свои американские трусы Прежде чем что-то сделаешь В этом роде А людям Блогерам Пиндеть И пиндеть Ой я не могу Прям вообще Я вот это прочитала Думаю Ну думаю Заблокировать Ну что ты ей скажешь Я знаю что еще будет Это Сегодня Белоруссия Завтра начнется Украина Опять будем Буду я виновата Понимаете И в России буду виновата Скажите Предатели Уехали в Америку жить Кошмар Черт что Черт что А еще говорит Это вы Под этот Как же я написала Под крыло Значит Хасбанда Я приехала А я значит Сама А не надо было В трудную Америку Приезжать самой Надо было Свою страну Поднимать Вы же в политике Вот и поднимай Свою страну Черт что ты бросила Свою растерзанную Ну якобы Страну С этим С тираном Президентом И ушилась в Америку Трудности здесь Испытывать И не под крыло Хасбанду Как ты пишешь Так И Остапа Понесло Я представляю Люди которые Слушаются Лена Такой маразм Ты там Ведешь Кошмар Я просто Предварительно Все это Пересекаю Потому что И фамилии Даже не вы Нафиг мне нужны Фамилии Это не моя страна Чего я буду учить Фамилии Я до сих пор Подожди Премьер министр В России Новый Ну как Он уже не новый Там Мишустин Да Я вот его Вот представляете Вспомнила имя А то я так Меня там Спроси Я там Кроме Президента И этого Как его Жириновского Я так там Никого А нет Ну вот этого Спикер Который Часто говорит То есть обсуждает Эти всякие ситуации Ему задают Как его рыжий Такой Забыла Ну забыла Ну вспомню То есть фамилию Сразу вспомню Сходу Я так никого не знаю Потому что мы уехали Из страны Это было давно Как я могу знать Я Если что случится Сейчас в России Я тоже буду спрашивать Девочки Что у вас там происходит Почему по городу бегают Женская команда Это вот что такое Она мне очень нравится Симпатичные бабы Но я не поняла Чего они бегают Ну вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому